Девушки отдыхают АМХ-30Б Довольно интересный средний танк 10 уровня Французская техника Кто-то от него безумно плюется Кому-то он до одери заходит В нем есть как плюсы так и минусы И все это мы обсудим после того как покрутим рулеточку Перейдем ко мне на основной аккаунт И выкатим данную машину обязательно из ангара Ну а в отношении рулетки могу сказать следующее Ничего удивительного Ничего парадоксального Не мега дешевая но и в то же время Не самая дорогая Здесь у нас 20 прокрутов С учетом того что у нас есть в наличии Легендарный внешний вид помимо главной награды То будем говорить как обычно Скорее всего это все придется вам На последние 2 прокрута Суммарно 20 прокрутов Обойдутся вам в целых 23 717 Хотя с другой стороны это десятка И плюс к тому вы можете получить какие-то контейнеры А из них можете что-то еще достать Поэтому в целом В отношении полной стоимости рулетки Ничего заоблачного я не вижу Если вдруг остановитесь на 19 прокруте И тогда вы заплатите за своего МХ 21 967 Согласитесь не намного дешевле Ну и если уложитесь в 18 прокрутов И 2 последних делать не будете То тогда 18 717 голды Также стоит отметить что разработчики разделили На 3 участка прокруты А именно с 1 по 8 прокрут Вам обойдется в 2585 И я планирую пройти именно до 8 левела В отношении крутут дальше Или не крутнуть С 9 по 15 Вам обойдется в 7891 золотой Ну и последние 5 прокрутов Обойдутся вам еще в 13241 золотой Поэтому ребят Сразу ставьте для себя определенный чипоинт Которого вы хотите достичь И дальше не планируете идти Либо идите в обанки И крутите на полную Для того чтобы гарантированно забрать себе танчик Останавливаться посередине Где-то нет никакого смысла Потому что в таком случае Вы сольете большое количество Игровой валюты Но не получите желаемого В отношении того что здесь положили Легендарный внешний вид Сам танчик Есть чемодан с квестами Вы получите какой-то из квестиков И если вы его пройдете То получите дополнительно какие-то контейнеры Допустим в этом квесте Вам необходимо всего лишь сыграть 25 боев И получите 3 контейнера Собери их все Есть на мистике Есть на бомбические Короче говоря На любой вкус Но опять-таки Выпадает это все Крайне рандомно Из того что Прямо получаете Если прокручиваете полностью Всю рулетку То забираете себе Обвес Д2 Два французских контейнера Три контейнера мистических Три контейнера Собери их все Будете забирать По одному Ну и то же самое касается Вот этих контейнеров Что могу сказать В отношении вот этого Обвеса Ну честно говоря Плакать хочется Когда я его вижу Ребят Вы видите обвес Нет Ну сейчас подскажу Вот вам пожалуйста Огнетушитель Огнетушитель Если вот так вот развернете Огнетушитель Я честно говоря Не совсем понимаю Суть украшения Ну ладно Есть огнетушитель Да и слава богу Ну что Давайте будем крутить Кручу у себя На твинковом аккаунте Потому что на основном Аккаунте не вижу Никакого смысла Прокручивать рулетку Там у меня АМХ есть И я в любом случае Уйду просто в минус И даже если Из контейнеров Что-то получу То навряд ли Это что-то окупит Получаю Собери их все Ну давай Давай мне Везение пол ведра Вот так вот Что у меня по талисманам Надо еще Целых три Понятное дело Что за счет этой рулетки Не смогу закрыть Данный вопрос Едем дальше 150 золотом Ну а Ну слушайте Пока неплохо Пока выпадают контейнеры Это далеко не самое худшее Что может быть Могло быть хуже Пока я можно сказать Доволен Хотя ничего особо Не получаю По мистикам Тут тоже мне еще Пыхтеть и пыхтеть Поэтому рассчитывать На то что я Какие-то компенсации Получу За счет количества Открытых контейнеров Ну не приходится 250 голды Третий прокрут После третьего прокрута Сейчас посмотрим На наши шансы В отношении К возможности Получить главную награду В целом шансы Я бы не сказал Что прям Великолепные 1750 Свободного опыта Не платил бы Честно говоря 250 голды За свободку В таком количестве Ну и как вы видите Ну и как вы видите После трех Совершенных мною Прокрутов Мои шансы Достать главную награду Составляют 0,04% Просто Просто бешеная цифра В отношении того Что имеет Чуть выше Но все-таки Самый нижний процент По выпадению Это Сам легендарный Внешний вид Корсика На данную машину Ну короче говоря То о чем я говорил 19-20 Прокрут Ждите Ждите своих игроков Которые будут Крутить Эту рулетку На пол 355 голды Принесут мне Скорее всего Что-то Не сильно значимое Скорее всего Либо иксы Либо свободку А может удивит Удивило Д2 Ну окей Хорошо Д2 С учетом того Что это Один из самых Симпатичных Как мне кажется Он максимально реалистичный Пулеметик смотрится На любом танке Как хорошо Поэтому В целом Считаю что В данном случае Обмен голды Произошел Можно сказать Успешно Если вы любитель Обвесов То наверное Вам в этом случае Повезло 1750 Свободного опыта 590 Голды Хочу французские Контейнеры Очень хочу Французские Контейнеры Потому что Мне кажется Что сфобери Все и мистики Ну как-то Менее интересные Но забираю Иксы 725 725 Голды Еще один Собери Собери Их все Блин Ну прям Прям Пруха Неимоверная Не будет здесь Танка Однозначно Уж сильно быстро Открывается У меня Контейнер А это говорит О том Что у меня В контейнере Ничего интересного Не будет Забираем Ну и вот Пожалуйста Один голдовый Ради интереса Французские Контейнеры 1,14 Вероятность Выпадения Танка Стала В два Раза Больше В два И составляет Уже не 0,04 А 0,08 Короче говоря Нет шансов Нет шансов Достать машину Отсюда Не дойдя До 20 Прокрута Ну может 19 В лучшем Случае Все ребят На этом Прокрут мой Заканчивается Я поставил себе Определенную границу Достиг этой границы И не вижу смысла Крутить рулетку Дальше Особенно Имея данный Танк в коллекции У себя На основном Аккаунте Куда мы сейчас Перемещаемся И будем обсуждать С вами АМХ Ну и заодно Покатаемся Перед тем Как выкатывать АМХ Из ангара Давайте обсудим Технические характеристики И кратенько скажу То что меня Больше всего смущает Наверное Я начну с того Что меня больше всего Смущает в этой машине Это просто Бешено Огромная Комбашня Которая видна Через всю карту Которую абсолютно Спокойно пробивают И которую Абсолютно Спокойно Выцеливают Это действительно Очень большая Проблема И просто Огромнейшая Ахилесова пита Причем Находится она Не в ногах А вот как раз На самой верхушке Вашей головы Поэтому В отношении того Чтобы отыгрывать От башни Ну как бы Не вариант Абсолютно А вот то что мне Действительно нравится В АМХ Так это его орудие И к нему Цепляться Будет только Глупый танкист Потому что Здесь у нас Время сведения 2,8 Просто божественное Разброс у нас Меньше 0,3 И у нас Заявленный ДПМ В 3443 Единицы Причем Этот ДПМ Да Действительно Можно реализовать Но только Если вы Прям совсем Аккуратно Играть будете Время перезарядки Составляет Всего лишь 6,1 секунды И при этом Вы накидываете По 350 Единиц урона Плюс к тому Да От башни Играть не получится Из-за огромной Комбашни Но при этом Все Играть на неровностях Вам будет Однозначно Комфортно Потому что Здесь угол Склонения орудия Составляет целых Минус 10 И вы действительно Вполне спокойно Можете передвигаться По любым холмам Барханам Горкам И при этом Все Можете не терять Из виду Своих соперников И не только Не терять их Из виду А еще и Не терять их Из своих прицелов Это действительно Очень комфортно Но и действительно Доставляет удовольствие В отношении Всего остального Сейчас будем обсуждать Непосредственно В бою Главное сейчас Убедиться в том Что мы попадаем В обычный бой Ну и поехали Посмотрим На что данная машина Способна Ну что друзья Давайте будем начинать В отношении Маневренности Как вы видите Просто Просто Выше всяких похвал На месте разворачивается Бодро Быстро Я бы сказал Как юла Вертится В отношении набора скорости Тоже вопросов никаких нет И в целом По динамику Передвижения По карте Цепляться не к чему Очень классная машина Крайне комфортная Мне лично нравится Действительно На все 100 В отношении Живучести тачки Есть вопросы Машина не является Живучей Потому что Не является Хорошо забронированной Но фишка Этой машины Не в том Что вы Живучи А фишка в том Что вы Выцеливаете В том что вы Попадаете И накидываете Довольно не кислый урон Как я говорил ДПМ Который заявлен Практически В 3,5 тысячи Он действительно Реализуем Но только Танкистами Кто умеет Играть Осторожно Кто умеет Играть Аккуратно И кто умеет Вовремя Откатиться Назад Ну и Соответственно Прожить В бою Как можно Дольше Ну что Давайте По тестам На дальних расстояниях Как вы видите Сводится нормально Выцеливаешь Спокойно Попадаешь И в целом В этом тоже Определенная Фишка машины То есть Это средний танк Который довольно Некисло Может оказывать Поддержку Своим союзникам И играть Необходимо На этом танке Безусловно От команды Но в случае Необходимости Вам всегда Хватит сил Прилететь Быстренько К какому нибудь Сопернику Который Зазевался Начать его Закручивать Особенно Какие-то ПТшки И довольно Бодро Через каждые Шесть с половиной Секунд Жалющее Накидывать Урон Блин Как сейчас Не повезло Обидно Но безобразие Но как вы понимаете Это больше Открутка от игры Нежели проблемы С самим орудиями Точностью данного орудия Так Давай Где ты там Катаешься Прячутся Прячутся Ну в целом Это не удивительно Да как так Ну как так Броня не пробита Брехня Брехня Там надо было Чтоб пробито Было однозначно Там четко Серое все было Блин Не с чем разговаривать Абсолютно было В этом отношении Но игра сказала Что нет Нифига Не пробьешь ты ГСН Потому что Так для тебя Будет все Ну слишком сладким Поехали дальше Что мне еще нравится В этой машине Что когда вы едете Куда-то Как я сейчас ехал На Ягу Когда я увидел Что Яга Разворачивается В нашу сторону И будет ехать сюда Я абсолютно Спокойно Очень быстро Поменял направление Своего движения Обошел со стороны Ягу И зашел Ей в корму Вот в этом Еще одна фишка Данной тачки Вы действительно Абсолютно Спокойно Всегда Будете находиться В том месте Где вы нужны И всегда Сможете Реализовывать Дальше Свою бешеную Скорострельность С очень Хорошим Разовым уроном Я не занял Сейчас явно Первое место В своей команде По количеству урона Но получил Удовольствие От этого боя И это Действительно Меня радует 1900 единиц урона Три уничтоженных Соперника И как ни крути Как минимум Минусованием Стволов у соперников Я сделал свой вклад В эту победу В отношении фарма Это не фармер 45 тысяч С учетом Прем аккаунта Простите Это действительно Ни о чем Ну Будем говорить Откровенно Но в целом Коллекционные танки Десятого уровня Они не предназначены Для того Чтобы на них Фармить серебро Они предназначены Для того Чтобы вы получали На них Максимальное удовлетворение От боев И да АМХ порадует Не каждого танкиста Потому что АМХ Кордонен Его очень часто И довольно быстро Разбирают Особенно Если вы Больше любите Играть на тяжелых Танках И привыкли К тому Что у вас Большое количество Непробитий Что продолжает Ваше пребывание В бою И соответственно Дает вам Возможность Дальше Реализовывать Какие-то Потенциальные Возможности Вашего орудия Поэтому Если вы Все-таки Любитель тяжелых Танков Допустим И на средних Танках Играете Не очень хорошо То наверное АМХ Вам не подойдет А вот если вы Любитель средних танков Умеете на них Играть И понимаете Как выжить В боях Особенно На хорошо подвижной машине То безусловно АМХ Вас порадует Это было Абсолютно честное мнение По поводу рулетки И АМХ А если вы за честность То вы знаете Что вам необходимо сделать Не знаете Подскажу Подписаться на канал Поставить лайк Данному видео И обязательно Посетить Прямую трансляцию Которая Скорее всего Состоится сегодня вечером Мира вам Друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока-пока